Всем привет, с вами Рисим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на симулятор зарождения жизни, Трайв, где вам предстоит развивать одноклеточный организм и выживать в разных условиях. Игра, кстати, пока в раннем доступе, развивается потихоньку, но уже вполне играбельно. Чем-то может напомнить игру Спор, в которую я играл почти 12 лет назад, но только напоминает, так как здесь микрожизнь описана более подробно. А теперь по порядку, что же именно вам будет доступно в данном симуляторе? Желаю всем приятного просмотра. Итак, начнем эволюцию. История начинается с того, что вы один из видов микробов, зародившихся в зоне вулканической активности на дне океана чужеродной планеты. А как история закончится, зависит от вас. Вы пройдете небольшой и понятный курс обучения и все, отправитесь в свободное плавание покорять глубины океана, а точнее блуждать в зоне термальных источников, собирая различные соединения, чтобы выжить. Главный источник питания – это глюкоза. Она необходима для выработки энергии для вашего организма. Без нее вы погибнете. В принципе, как и в жизни, чтобы жить, надо кушать. А чтобы размножаться и эволюционировать, необходимо поглотить достаточное количество аммиака и фосфата. Но для начала нужно найти их скопление. На начальной стадии, пока ваш микроб и остальные конкурирующие виды маленькие, глюкозы, аммиака и фосфата хватит на всех. Ну а дальше, сами понимаете, кто лучше приспособился, тот и доминирует. В режиме микробного редактирования, когда придет время эволюционировать, вы найдете много полезной информации. В отчете будут отображаться все ваши изменения и других видов, их численность, а также данные по изменению окружающей среды. Также вы сможете переселиться в другой биом – зону обитания, где уже будут другие условия, атмосферные газы и содержание важных соединений. Поэтому, прежде чем устремиться к прибрежным водам со дна океана, надо внести изменения в строении своей клетки. В редакторе вы сможете добавлять и удалять различные органеллы для клетки, тратя очки мутации. Они ограничены и пополняются каждый раз при сборе достаточного количества аммиака и фосфатов для следующей ступени эволюции и размножения. И здесь вы вольны модифицировать клетку как хотите, улучшать структуру как внутри, так и снаружи, меняя оболочку клетки и даже ее цвет. Добавлять новые белки, например, хемосинтезирующий белок – он позволит перерабатывать сероводород в глюкозу. Или рустицианин – этот белок позволит превратить поглощенное железо в энергию, что позволит вашей клетке выживать гораздо дольше. Есть и другие белки, которые вы добавите в зависимости от условий окружающей среды. Также есть и внешние модификации для увеличения скорости и защиты от враждебных видов. Но вы и сами можете стать враждебным видом для всех остальных, например, атакуя других с помощью нейротоксина. А установив в клетке ядро, получите доступ к новым органеллам, более продуктивным. Но помните, добавляя все больше частей, вы увеличиваете размер клетки и, следовательно, ее энергопотребление. Это нужно учитывать, так как клетка должна быть жизнеспособной. При нехватке питания она и вся популяция погибнет. И, кстати, не обязательно стремиться к прибрежным водам. Можно, например, поселиться и в темных пещерах. Главное определитесь, ваша клетка мирная или хищник. Будете тихо-мирно бороздить просторы в поисках питательных веществ и остатков мертвых видов или жадно поглощать другие организмы, агрессивно продвигая свою популяцию. Помимо всего прочего, можно объединить клетки в колонию, превратившись в многоклеточный организм. К сожалению для колонии, пока в игре не предусмотрены улучшения, ждем когда появится. И в заключении. В игре приятная картинка, интересная механика с модификацией клетки, а по времени, если вы нацелены на прохождение, на данном этапе развития игра займет пару часов. Но конечно можно переиграть несколько раз, попробуя разное поведение и модификации. На мой взгляд игра стоит ожиданий, надеюсь разработчики доведут дело до финала, ведь у этой игры огромный потенциал развития. И на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, всем удачи, увидимся в следующей серии, а пока всем пока.